Курение это от напряжения тоже происходит, но это больше не невежественная привычка, а страстная. Есть три категории людей, три слоя жизни. Первый слой, невежественный слой, это насилие, пьянство, бандитизм. У женщин депрессняк сильный, неспособность находиться рядом с человеком, сильные жесткие капризы, истерики у женщин, признак невежественной жизни. Невежественный человек сжигает психику, с ним невозможно рядом находиться, доказать ему что-то, объяснить, поменять его невозможно. Для этого нужно пройти определенный путь. Ну то есть невежественный человек, когда рядом находится, это значит, что ты наказан сильно Богом, у тебя тяжелая судьба. И это значит, что ты должен сильно включиться, но надо понять, что невежественный человек это как огонь. С ним очень близкие отношения строить нельзя, потому что он тебя сожжет. Это не касается мужчин, которые там устал, выпил там чуть-чуть. Я говорю сейчас о запоях, о побоях, о разврате, о бандитизме. Понимаете, когда реально есть опасность для твоего психического состояния, для твоего здоровья находиться рядом с человеком. И в этом случае вот это правило жить вместе до последнего, оно не работает. Нужно жить отдельно, но не разводиться. Нужно помолиться за человека. И теперь вы скажете, сколько жить отдельно? Ну, поставьте себе год-два там, молитесь за человека. Если он сам говорит, да не буду я меняться, я как хочу, так и живу. Значит, все, надо ставить точку. И в этом случае вы не страдаете от того, что вы расстались с человеком, потому что это он с вами расстался. Потому что жить с ним в таком состоянии невозможно. Но еще раз повторяю, вы можете сейчас имитировать, что типа он во всем виноват, он невежественный человек. Я еще раз повторяю, невежественный человек означает, бьет, в запое находится, наркомания, наркотики употребляет, развратом занимается. Жестко так очень, понимаете, жестко. Не просто там гульнул разок, а просто приводит домой тупо там кого-то и так далее. Ну, то есть жесткий стиль жизни в отношениях с вами. Тогда вы имеете право перед Богом жить отдельно, потому что у вас настолько тяжелая судьба, что вы ее не сможете сейчас победить. Вам нужна дистанция для того, чтобы... Осада. Есть штурм, а есть осада. Вам придется жить отдельно, чтобы побеждать судьбу. Страстный человек – это человек, который живет обычной жизнью. То есть это 90% людей на земле живут страсти. Что значит страсти? Это значит, что у них не переключатель сломался. Понимаете, они думают о работе, о доме, о детях, о телевизоре, но только не о том, чтобы молиться, ходить на природу, помогать всем, заботиться обо всех, забыть про себя в отношениях с людьми, стараться прощать, просить прощения, правильно питаться, вести здоровый образ жизни. Некогда, понимаете, некогда. То есть человек нацелен на самовыживание, и он себя сжигает. Страстные люди – они хорошие, нормальные люди, но просто у них не работает возможность глубоких отношений. Вот это главная проблема – они выключены на глубокие отношения. То есть если люди живут ради работы, ради семьи, ради дома, у них нет вот этого здорового образа жизни, они не смогут даже просто поговорить с друг другом по душам. Пришли, телевизор, как только кто-то по душам разговоры заводит, сразу обида и скандал. Поэтому люди в таком случае просто не трогают близкого человека, стараются жить, не трогая друг друга. То есть нет близких отношений, означает жизнь страсти, означает, что скоро расстаемся. Понимаете, то есть сколько человек может вот так страсти другим близким человеком прожить? Ну максимум 7-8 лет, там если дальше, то тяжело очень, депрессняк, нет отношений совсем, все плохо. Ну просто живем, потому что надо жить. Ну то есть надо понять, что если вы жизнь, благость не переводите, то дальше будет все хуже и хуже и хуже. Почему? Потому что люди устают друг от друга, у них нет сил жить вместе, потому что они израсходованы, истощены. Понимаете, они как оголенный шнур, что один, что второй. Неправильный образ жизни, скандалы, конфликты идут от истощения психического, люди устают от постоянного напряжения. Работа, дом, телевизор, работа, дом, телевизор, нет разгрузки. Это жизнь страсти означает, переключатель не включается. То есть человек даже по улице идет, чем он занимается? Он думает о чем? О делах. Он не может подумать о людях, пожелать всем счастья, подумать о реке, о лесе, о солнце, о городе, подумать с добротой обо всех. Не может. У него эта психика на это не способна. Если говорить о отношениях вообще к жизни, то люди в невежестве страсти и благости, они делятся таким образом, что люди в невежестве, они очень глубоко разочаровались в жизни. И в этом причина их агрессии. Ну то есть представьте, все живут, а я не могу нормально жить, потому что все, я разочаровался. Вот. И поэтому они агрессируют, или запивают свое горе, или дерутся со всеми там. Но у них где-то в сердце есть вот это чувство, что они, нет счастья, а счастье где у них было в прошлом. Поэтому вот эти все шамсоны, вот эти песни, как бы невежественных людей, они все какие? Немножко с ностальгией такие. Ну такое, а белый лебедь на пруду, роняет павшую звезду, на том пруду, куда тебя я приведу. Ну такое, знаете, все такое вот. С ностальгией немножко блатной стиль. Это невежество. Вот. Что такое страсть? Страсть означает, человек живет в будущем. Вот, допустим, начинаем день, да? Да? Вот доеду до работы, тогда буду счастливым. Доехал. Вот закончится смена, тогда буду счастливым. Жду, когда закончится работа. Вот закончил, вот доеду домой, тогда буду счастливым. Доехал. Вот сяду за телевизор, посмотрю телесериал «Мертвые не потеют». Вот тогда буду счастливым. Ну, многосерийный. Вот. Ну все знают, что они не потеют, но все равно интересно же, чем закончится. вот итак как бы смотрит он что делает во время просмотра телеза он ждет когда закончится дум чем закончится он ждет смотри чем закончится но там во всех этих телесериалах должен быть happy end иначе для человека страсти вообще полный капец и так жизнь тяжелая еще ну как бы его убивали 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 и Roy наконец убили до игру всего фильм закончил д Citrix сергина 내가 смотрел весь то есть ему то чего хочется но что все хорошо на самом деле мучаемся 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 в конце победа вот зачем он досмотрит но вот посмотрел да то есть он ждет когда закончится и потом дальше что спать уходит не быть ее и потом утром встает и тоже самое если глобально смотреть вот когда закончится буду счастливым закончил когда поступлю на работу тогда буду счастливым поступил на вот когда на работе достигнул успеха тогда будущее вот когда как квартиру куплю тогда буду счастлив вот когда ипотеку выключу тогда будущее вот когда детей подниму вот когда внуков раз и умер ну то есть счастье всегда в будущем у человека страсть понятно да и человек истощается счастье же нет в настоящем. Теперь, что такое сейчас-тье? Счастье это существование, а сейчас это сейчас. Счастье это жизнь сейчас. Только человек благости может жить сейчас. Почему? Потому что он принимает сейчас. Вот я пришел на лекцию, блин, что там с детьми? Что там с детьми? Это страсть. Успокойся, и дети успокоятся. Расслабься, слушай лекцию. На унитаже сидишь, расслабься. Запасся туалетной бумагой. Можно спокойно какать. Благость означает жизнь сейчас. То есть, чтобы жить сейчас, нужно переключать и переключать. Почему? Человек не может жить сейчас, потому что ему трудно. Он бежит куда-то все время. И это означает, что будет бежать дальше, потому что он неправильно живет, не наполняется. Для того, чтобы остановиться, успокоиться, снять напряжение, принать судьбу, для этого нужно... Что сделать? Контактировать с природой. Но если человек не контактировать с природой, он значит, будет еще суетливее, еще потом начинаются болезни, а потом разрушается семья и так далее. Услышали? Ну, то есть, главная причина разрушения семьи это усталость. Они пишут, люди, когда разводятся, пишут, мы несовместимы. Ну, причина развода это несовместимы. А на самом деле причина это усталость. Человек устает просто, потому что у него нет сил. Не хватает сил на отношения, на детей, на жену. И человек мечтает, вот когда не хватает сил, он думает, блин, ну, чего у меня за жизнь вообще с этой женой или с этим мужем? Ну, никакого счастья нет. Наверное, мне нужен другой человек. И начинает мечтать, смотреть фильмы там, думать, вот какой человек ему нужен. И начинает сначала образ создавать, а потом где-нибудь подвернется. И человек говорит, вот все! И он говорит, жена, ты хороший человек, все, классно, все, но я-то хочу счастья, понимаешь, жизни. Поэтому я и ухожу вот к ней, потому что, ну, у нас с тобой счастья нет, ты же видишь, а с ней у меня счастье, я чувствую. Поднимите руку, у кого так муж ушел? Вот, это называется жизнь страсти. Все, диагноз, то есть это означает у всех, кто так живет, разрушится семья. Никаких исключений здесь нет, дорогие мои друзья. Поэтому, если вы хотите сохранить свою семью, вы должны разобраться в этом вопросе. Нужно научиться восстанавливаться, приходить в себя, и тогда у тебя будут силы терпеть человека, потом дальше строить неправильные отношения, и потом менять его характер, так, чтобы он вас не мучил. Следующее, что вы должны понять, это то, что у человека есть три стадии деградации. Деградация, опять же, идет от того, что человек не работает над собой и не хватает сил, от двух этих причин. Первая стадия у женщины, естественно, женские недостатки начинают обостряться. Обидчивость, ранимость, повышенная чувствительность, лень, депрессивность, трудно поменять все в жизни, она чувствует себя плохо. Сниженное настроение, сопли, слезы, повышенная требовательность к мужу. Если мне плохо, кто виноват? Я говорил вчера, я же для счастья родилась, а он мне счастье должен предоставить, а счастья же нет. Кто виноват? Муж. Поэтому ему выносятся в мозги. Обычная женская практика, ежедневная. Поэтому очень важно понять, что это естественные женские недостатки, их причина, неправильный образ жизни. Не хватает подружек добрых, не тех, которые сплетничают, а добрых, означает тебя развивают. Клуб благости у нас есть. Клуб благости, это хорошие и добрые люди. Можно туда ходить, там только правильные разговоры, сплетен там не будет, там вас обучают. Среди таких людей есть хорошие подружки. Вот те люди, которые в зале сидят, тоже, пожалуйста. Все хотят изучать, как правильно жить, иначе давно бы отсюда ушли уже. Сколько можно меня терпеть? Три часа каждый день это с ума сойдешь. Вторая стадия у женщины. Смотрите, это не потому, что она думает, я на самом деле, как мужик, она говорит. Я такой родилась. Полный бред. Вторая стадия истощения женщины означает, что женщина грубеет. То есть она начинает больше работать, меньше уделять времени, меньше личной жизни, потому что и там много энергетика, она выходит на менее энергетичный режим жизни. Для женщины менее энергетичный режим жизни, это жить работой. Почему? Потому что на работе женщина эмоционально отдыхает, понимаете, она дома эмоционально расходуется, а на работе отдыхает. Поэтому женщине нужно работать. И некоторые говорят, зачем тебе на работу, дома сидя, у нее трое детей. и она ломится из дома, я хочу куда-нибудь, я хочу там на клуб рисования, еще куда-то. Почему она лезет из дома, убегает? Потому что она устала, в ней нет сил. И ей надо предоставить эту возможность в какой-нибудь кружок ходить. Женщина отдыхает, когда она слушает лекции, кружок, какой-нибудь умелые руки, умелые ноги там, танцует. Вот. Что-то надо делать. Или с подружками общаться, с умелыми, с хорошими, которые правильно себя ведут, не портят ей жизнь. Ну, то есть женщина должна эмоционально наполнять себя, потому что свои эмоции она расходует с детьми и с мужем. Если этого нет, так она с ума сходит. Не то, что она эмансипированная, а просто ей нужно вот разглядка такая. Вот. То же самое надо понять и в ситуации, когда она сильно истощена. В этом случае она уже не может заботиться о близких людях. Ей трудно готовить, трудно стирать, трудно убирать, потому что в это все нужно энергию любви вкладывать. Она не может просто готовить. Ей надо готовить очень хорошо женщине. Она не может просто стирать. Ей надо стирать очень хорошо. Она не может просто общаться с близкими. и надо общаться очень хорошо. На это у ней нет сил, поэтому у ней стресс по этому поводу. Она нервничает, психует и валит на работу. А на работе там же леветру, леветру, там же ей хорошо, она отдыхает, там радуется отношениям, все. Вот одной рогой крутит, другой зачеркивает. Ну, то есть, в ней там хорошо, все классно, на работе. Теперь психика становится грубее. Почему? Потому что эмоции, это энергия. Их надо расходовать, она не может. А ты такой холодный, какая из биржа в океане. Вот, она становится холодной эмоционально. У ней начинают страдать гормональные функции, потому что гормональные функции как раз и делают женщину ласковой, нежной и так далее. Ну, то есть, все процессы женского существования начинают страдать от того, что не хватает сил. И в результате она удивляется, она говорит, да я на самом деле больше на мужика похожа. А это все просто иллюзия, потому что у нее энергетика снижена. Вот, допустим, если энергетика на 80% у женщины работает, она имеет женские недостатки. Энергетика работает, ну, я условно говорю, энергетика работает на 50%, значит, она уже начинает иметь мужские недостатки. То есть, она гневливая, напористая, упахивается на работе, курить начинает, ну, то есть, жестко себя ведет с людьми, и так далее. Понимаете? Но энергетика может же снизиться и на 30-40%. Это означает, что она вообще не может переваривать мужчин. А личной жизни же хочется. И это к чему приводит? к тому, что у нас еще не приводит, да? По крайней мере, в Омске. за исключением богемы, да? У них там тяжелая нервная жизнь, поэтому они уже там уже спариваются женщина с женщинами, мужчина с мужчинами. это результат неправильного образа жизни. А не то, что они вот родились, у них хромосома там не дотянула чуть-чуть, и все, я теперь вот женщина, но с мужчинами не могу, только с женщинами. Это значит, женщина как мужчина. Нет, это значит истощенная просто женщина, и все, больше это ничего не значит. Человек начинает, это у меня мой опыт, я много имел дело с такими людьми, особенно на Западе, там по тотальной вот это истощение. Почему? Потому что они там упахиваются. Вы говорите, на Западе хорошо жить. Люди там работают не просто долго, им еще надо очень качественно работать, потому что там другая культура, понимаете, и это выносит все мозги у человека полностью, у него он голубого неба не видит там, понимаете. Ну, я не говорю про всех людей, большинство. И в результате, что, уже с молоду человек упахался, и постепенно у него появилась глубизна сознания. Понимаете, поголубел такой, голубочки такие. Я в Лос-Анджелес пришел лекции читать, и просто организатор мой лекции, мужчина, мы идем с ним по Лос-Анджелесу, там, и я руку ему на плечо кладу, он такой раз, ну, так это, я говорю, а что такое, он говорит, ну, здесь между мужчинами так не принято, если мы так ходим, вот вы руку на плечо, то ко мне будут по-другому относиться, представляете, уже капец, руку нельзя на плечо положить, человек, вот, другая восприятие мира, причина, неправильный образ жизни, ну, то есть у мужчин то же самое, сначала мужские недостатки, естественно, это грубость, жесткость, такая категоричность в психике, напряженность, мужчина начинает курить в это время, он не может расслабиться, напряженность, дальше, ну, как бы, такое поведение немножко резкое, раздражительное, то есть напористое, потом на второй стадии, когда мужчина дальше истощается сильнее, то он, у него появляются женские недостатки, что это значит, ему тяжело работать, ему хочется дома сидеть больше, потому что мужчина отдыхает дома, а не на работе, на работе он пахивает, вот, дальше, ему нравится готовить, стирать, убирать, потому что это тоже для него не работа, вот, ему нравится пивко попить, это уже вторая стадия, понимаете, пивко это вторая стадия уже, это означает женская наклонность, то есть спиртное, это женская энергия, это не мужская энергия, как сейчас говорят, ты мужик или не мужик вообще если мужик давай выпьем знаете в древней культуре мужик и не муж или не мужик было это ты можешь воевать допустим или не можешь за постоять за себя и ответственный или не ответственный вот раньше мужик значит ответственный и можешь воевать тоже значит мужик сейчас мужик или не мужик означает бабы есть баб нет чего не мужик что и выпиваешь не выпиваешь так это и есть означает что человек деградировал если у него бабы есть и он выпивает Он уже не мужик, настоящий мужик может контролировать свои чувства, он самоконтроль есть, если нет самоконтроля, какой он мужик. Все наоборот, понимаете, все перевернулось в жизни людей. Итак, на второй стадии мужчина становится мягко характерным, начинает выпивать, слюнявит, может поплакать, ленивым становится, ему тяжело работать. Ну то есть он приобретает естественные женские недостатки и думает, что у меня такой характер, но это не твой характер, ты просто истощен, у тебя неправильный образ жизни. И на третьей стадии он перестает переносить женщин, он не может уже с женщинами жить, а жить же с кем-то хочется, личного счастья хочется. И постепенно психика у человека переформировывается за несколько лет на голубую форму жизни. Понимаете, и это переформирование психики, я прям видел у людей, как это происходит, он мучается сначала, он видит, что, мужчина видит, что с женщиной он не потянет жить. И он начинает думать, что ему делать, а может быть ему как-то по-другому. И тут у него возникает идея, а что если с мужчиной? И как бы идея вроде нормальная, с мужчиной же легче мужчине, чем с женщиной, понимаете? Потому что это одинаковый человек, такой же, как я. И вот это более легкий такой способ жизни, люди выбирают. Но можно же деградировать и дальше, понимаете? Можно, например, деградировать, что ты вообще с человеком не можешь, тогда собачек человек заводит, понимаете? И не только для того, чтобы они в доме гавкали, для других еще целей. И это тоже уже такие примеры мы видим. Ну, то есть, это и есть деградация человека, я вам сейчас описал. Теперь, если женщина, допустим, как мужчина, какого она себе найдет мужчину? Как женщина. Почему? Потому что она со строгим жить не сможет. Вот она сама строгая, она как будет с мужчиной жить со строгим? И как он с ней будет жить? Она говорит, да пошел ты. Он говорит, хорошо, я пошел. И все, и пошел, пошел. Ну, то есть, если она аж по-женски себя не ведет, как мужчина, серьезно с ней будет жить. Или, допустим, мужчина слабенький такой, ну, какой он будет искать себе женщину? Ну, чтобы у нее была работа, машина там, он сам не может этого достичь. И он нашел такой, влюбился в нее, понимаете? Она думает, что как бы все классно, а он, когда женились, работать не хочет. Он так и хотел. Она просто не знала. Она-то думала, что он хочет, а он вообще не хочет. А почему? Потому что она упахалась. Вот и все, дорогие мои друзья. Вот теперь думайте, надо ли женщине слишком много работать и карьерой заниматься. Все зависит от того, чего вы хотите. Если вы хотите личную жизнь, а все женщины для этого родились вообще-то, тогда подумайте о своей личной жизни. Иначе у вас вся энергия уйдет куда? В работу. Вот женщина, она что настроилась, так и живет. Настроилась на работу, значит, не будет личной жизни. Настроилась на личную жизнь, значит, не будет сильного карьерного роста. Поэтому выбирайте личную жизнь, женщины. Это ваше счастье, ваша судьба. А мужчины выбирают работу. Первым делом, первым делом самолеты, а женщины, а женщины потом... Мужчина должен выбрать самосовершенствование на первом месте. И тогда женщины тоже им будут рады этому мужчине. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok